В Крымске, в центре города, у разрушенной стены, скорбящая женщина вылита из бронзы. В верхней части монумента колокол оплакивает 153 жертвы наводнения. 153 фамилии на стене заливают бронзовые слезы. И не счесть слез, собравшихся на площади в день годовщины, почтить память погибших и вспомнить трагические события той самой ночи. Трудно говорить. Вынести такое испытание, которое выпало над долей крючан. Я сегодня здесь, для того, чтобы сказать от имени всех жителей нашего края, нашей большой Кубани, что сегодня мы вместе с вами, как это было и год назад, вместе с вами скорбим, вместе помним. Давайте почтить память погибших минутой молчания. Пронзительная тишина и после проникновенные голоса участников кубанского казачьего хора, сливающихся в грустную мелодию. Стихи о Крымске. Всплеск рифмованных эмоций. Я считаю, что мы все пострадавшие в этой трагедии, потому что кто-то с этим столкнулся непосредственно, кто-то в эту страшную ночь тонул, у кого-то тонули близкие, кто-то спасал, кто-то присылал помощь гуманитарную, кто-то развозил. То есть мы все в этом были, все это пережили, как свое общее горе. Прямком в горле стоит, особенно читаешь эти фамилии из списка семей, ни один, ни два человека, два, три человека утонули. Мне очень тяжело, в общем, нам всем тяжело в этот день, и я очень надеюсь, что больше никогда такая трагедия не повторится. В небо выпустили 153 белых колубей, а символично. Как булка хлеба на постаменте – это первый отклик людей на горе крымчан, первая гуманитарная помощь от жителей соседних городов. Представители штаба Анапы, работавшего в Крымске с первого дня, возложили цветы к новому в городе памятнику. Неофициально каждый приехал по зову сердца. Зажгли фонарики – еще один символ спасения и жизни. Я вспоминала все страшные моменты, которые мы видели, когда приезжали сюда волонтерами, помогают людям. Были все фрагменты того страшного дня и того страшного месяца, который мы потратили на восстановление Крымска и Нижнепокарска. Тысячи венков и цветов, сотни свечей через год. Жизнь продолжается. Элементарно даже у нас проводилась студенческая игра КВН, и Крымск, естественно, к нам ты же. Наш штаб здесь проработал больше, чем полгода. Мы зашли сюда 7 июля, а уехали 16 января. Можно сказать, породнился с еще одним городом нашей страны и нашего края. Город преобразился, появились дороги в тех местах, где их не было с момента основания Крымска. Вот сегодня, когда ходили со съемочной группой, мы разговаривали с людьми, люди очень благодарны Анапскому штабу. Одна женщина, мы зашли в магазин, которая находилась рядом со штабом, она увидела в этот момент, разговаривала по телефону, перекрестилась, сказала, я подумала, что мне привиделось, Анапские приехали. Я говорю, нет, мы приехали, все хорошо. Люди очень добродушно встречают уже кофе, чай, самогон, что нам только не предлагали и сегодня, и вчера. Беда может коснуться каждого. Важно, чтобы рядом были люди готовые помочь и помогающие. Просто так, по неписанным законам совести и человечности. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Крымск.